Девушки отдыхают Давно хочу с вами побеседовать И вот поймал только с телефона Я тоже хочу под запись Значит Ну, чтобы сейчас не прерываться Вы не против, если я потом у вас Возьму в видеозахватном запись И выложу на свой канал Да, пожалуйста Я вам даже могу ролик Предоставить, если вы скажете Какой канал у вас И там есть Да, я вам скажу Канал мой Демный клуб Это русская часть названия Там два канала, английская часть Пендалом Олег Демный клуб Демный клуб Д, это Деньги Е, это Елена Н, это Николай И клуб Денный клуб Денный клуб Денный клуб или Демный клуб Денн Это Николай И с таким А, не, не А, вижу Вижу Ага, понял вас Так Вот Я вас тогда попрошу Если вдруг По каким-то своим личным причинам Вы Не будете выставлять Наш диалог Вы мне дадите ссылочку Я скачаю по ссылке В любом случае С телефона От телефона Хорошо Окей Это технический вопрос Что я с вами хотел обсудить В принципе Вот Ну вы знаете Этот Украинстрим По поводу Ссоры народов Они говорят Что Вот Значит Чтобы помириться Мало вам отдать Донбасс и Крым Нужно потом еще заплатить Репарации Контрибуции И только потом Может быть Мы вас простим Вы в курсе Нет Ну такое я слышал В 2014-2015 году Правда Сейчас я не так плотно Слежу за Украинским Информационным пространством Больше за нашим Американским Вот Но иногда там Посматриваю Что там в России Белоруссии происходит И в Украине Разумеется Вот Там еще Азербайджан С Арменией Постреливают Тоже На это бывает Обращу внимание Но Что касается Там Репарации Контрибуции Это чуть ли Я не знаю Первая половина 2014 года Наверное Была Потом эта риторика Стала как-то угасать Ну она угасла Но не совсем угасла Некоторые Вы про блогеры Сейчас А вы про блогеров Не Ну они Понимаете Эти люди Они скармливают Своему зрителю То что они хотят Услышать То есть Мы типа Обижены Нас обидели И нам надо Чтобы кто-то Заплатил Понимаете Вот Источник денег Я понимаю Я Я вот Как На это Реагирую Обычно Вот Вменяемые Более-менее Не отмороженные У про блогеры Они Читают так Что между Народами Как этнические Как эпосом Типа Особой враги нет Потому что даже Гордятся Что многие русские Принимают участие Там В составе ВСУ И так далее То есть Народ Это слишком Такое Эфемерное Размытые понятие Что непонятно Как его трактовать Если Аутентично Трактовать То это Безусловно Народ Техническая Принадленность То есть Русские Россия Русские Украина Русские США Это один народ Соответственно Украинцы Россия Украинцы Германии Русской народ Тоже Один Понятие народа Понятие народа Смотрите Действительно Исторически Имелось ввиду Этнос Национальность Но При глобализации Мира Было расширено И понятие Народа Все таки Поэтому сейчас Разделяют Этнос Этническое Понятие И политическое Понятие Просто Если Зацикливаться На этнос И национальности Тогда может Получиться так Что У нас В Соединенных Штатах Америки В соседней Канаде Нет народа Понимаете А у нас Все таки Американский Народ Есть Канадский Народ Есть Австралийский Народ Есть Понимаете Там И так далее Это я понимаю Просто Я употребил Термин Аутентично Потому что Вот так Делит ЮНЕСКО То есть Украинцы Белорусы И русские Относятся К одной подгруппе Восточных Словяне И так же Относились До 1991 года Когда они Имели Своей государственной Съединительной Гражданства Вот Почему я Называю Аутентичным А второе Разделение Это уже Разделение Как Нация То есть Нация В наше Время Уже потеряла То Идеологическое Значение Которое имело Там Столик назад Когда Народ Смысл Нации Право Нации А самоподеление Вот Часто Фраза Абсолютно Тратская Потому что Нация Это уже Совокупность Лиц Одинакового Гражданства То есть Совокупность Лиц Которые Уже Самоподелились И имеют Гражданство Я так понимаю То есть Все Происходит Смысловой Дрейс Ну Бывает Да Это Вот Я вам Хочу С вами Поделиться И может Вы даже Воспользуйтесь Этим Моим Опытом Это реально Вот Есть ли Вражда Между Нас Ими То есть Гражданами Украины И Гражданами России Вот Я В Харковских Северных Дачах Это Примерно Ну Два Километра От Границы Может Быть И Мы Пошли Погулять Попали Совершенно Приграничное Село Где Былась Свадьба Двое Село Одно Со стороны Украины Другая Со стороны России То есть Абсолютно Нормальная Свадьба Никакой Вражды Обычно Ну Вы Не Бывали Я У всех Управлогеров Спрашиваю Бывали ли Они На сельских Границах Украины Они Говорят Нет Ну Кроме Борисполя Там Они Никуда Детях Не Покидали Границы Украины Ну Вот Там Что Такое Сельские Границы Это Две Ботки Строительных На Расстоянии Там 150 100 Метров И Погонщики Таможенники И Они Вместе Сидят На этой Свадьбе Как Стоя Сторон Украины Так Стоя Россия То Это Доказывает То Что Не Все Однозначно Даже Между Нациями Вы Пример Привели Но Я Так Скажу Вы Видимо Опираетесь На Риторики Вот Этих Блогеров Которые Себя Называют Украинскими И Отталкиваясь От Их Скажем Так Терминологии Что Вражда Между Народами Они Все Хотят Преувеличить Они Сами Самозванцы Назвали Себя Украинскими Блогерами Может Создаться Впечатление Что Они Представляют Украину Говорят От имени Украины В Интернет Пространстве Но Украинские Смыслы Много Богаче Чем Те Смыслы Которые Несут Эти Блогеры Тут Можно Увидеть По Какому Признаку Они Подавляющее Большинство Поддерживают Либо Националистов Либо Порошенко Понимаете А Как выборы 2019 года Показали По первому Туру Таких Граждан Кто поддерживает Этих Скажем так Персонажей Политических Их не больше 20% Порошенко Вообще 16% В первом Туре Набрал Следовательно Украина Много Богаче В смыслах Чем Те Которые Несут Эти Блогеры Диалогеры Поэтому Отталкиваться От них И говорить О конфликте Между народами Не имеет Смысла Все таки Граждане Они разные С разными Смыслами И по разному Смотрят Даже на решение Проблемы На Донбассе У каждого Определение Мира Оно свое Через Силовую Победу То есть Надо только Отдать приказ На наступление Либо Через Реалистичные Шаги Ну и Например Через Выполнение Полного Выполнения Минских Соглашений 2 То есть И там И там Мир А вот Что под одним Тем же Словом Подразумевается У разных Граждан Это Дело Такое Точно Так же Что Вкладывается В отношения Между Россиянами И гражданами Украины Это Что же Вопрос Еще тот Личный И индивидуальный Поэтому Вот так Обобщать Я бы не стал Что Есть непростые Отношения Кроме Кроме Того Недавняя Социология Показывала Что Где-то Больше Половины Украинцев Граждан Позитивно Относятся К россиянам Понимаете Вот Даже Такая Сосовы Ну я Понял Ну хорошо С этим Вопрос Завершение Спасибо За мнениями Вот По-моему Еще Пресе Или уже Позже Ну сразу После Понимаете То есть Я в России Еще не успел Ну так Особо Как Не ощутил Независимость Ну или Слишком молодой Был для этого На другие Темы Думаю Вы успели Сохранить Гражданство Сохранить Квартиры В Москве И так далее Ну да Ну да Ну я Как-то Понимаете То есть У меня Планы Были Совершенно Другие Я Поступил В аспирантуру Вот И У меня Вообще Было Я может В науке Бы оставался Но как-то Знаете Предложили работу Кто согласился Вот И Оказался в Штатах То есть Оказался случайно Но не случайно Я здесь остался То есть Интересные проекты Вообще Полюбил Америку Хорошая страна То есть Америка Это американцы А не то Что там Показывают Средства массовой Дезинформации Да То что там Иногда Там Вещают Различные люди Называющие себя Журналистами И не то Что говорят в политике То есть На горизонтальном уровне Американцы Они Ну такие же Как Мы с вами Они Теми же самыми Проблемами Интересуются Там Дом Семья Работа Отдых Медицина Понимаете Я знаю Я бываю Штат Ну да Это хорошо У меня в Штатах У меня в Штатах 39 въездов Видите Как хорошо Ну в том числе Из них Конечно 31 дневных Понятно Еще вопросы А если А если А если Территориально Я ваш Ближайший сосед Как Миллионик Какой Какой Город Миллионик Ваш Ближайший Сосед Чикаго Какой Ближайший Не знаю Не интересовался Этим Народ Понятно На вас Где-то По-моему 4-3 Клометра Ну Может быть Я этими Миллионами Как-то Не интересовался Понятно Ну хорошо В принципе Вот я рад Что вас встретил Значит Вы будете Выкладывать Надеюсь Роли Ну А что Касается Контрибуции Репарации Кстати Мы это Тоже Не Проговорили Понимаете Вот Эти вещи Выплаты Но если Ну Опять Надо Сказать Что Всякие Блогеры Блогеры Если об этом Говорят То они говорят Для Благодарных Слушателей Которые Хотят Это услышать Нас обидели Давайте Нам заплатите И мы Тогда Запануем Заживем Вот Ну Халява Свалится Сверху И все Будет Замечательно Как будто Ну Грубо говоря Простым гражданам Что-то Если даже Кто-то Выплатит Что Простым гражданам Что-то Останется От этих Денежных Средств Вот Но на самом Деле Ну Если посмотреть Реально Репарации Контрибуции То есть Мы можем Посмотреть В толковые слова Что это означает Грубо говоря Денежные Компенсации Платят Все-таки Проигравшие А не Победители Понимаете Какая история А для того Чтобы Украине Победить Россию Ну Как До этого Мягко скажем Ну Очень и очень Далеко Так Да Вот Ну Это Понятно Мне Это Не Ну Да Ну Плюс Еще Ну Да Плюс Еще Ко всему Могут Быть Такие Случаи Когда Выгодно Оплатить Денежные Компенсации И При этом Показывать Что мы Там Покаялись Вот Германия Если бы Она Уперлась Рогом Она Я думаю Не платила бы Те деньги Которые Платила Долгие Десятилетия Просто Если Германия Отказывается Да Это означает Что она Не покаялась А следовательно И действовали бы Определенные Экономические Ограничения На Немецкие Компании Предприятия И так далее То есть Тут Если Чисто С такой Циничной Финансовой Экономической Историей Смотреть На Германию Да Они покаялись Они там Проводят Определенную Образовательную Политику В области Осуждения Там Фашистской Германии Гитлера Это все так Но И с экономической Точки Зрения Если бы Они Не вели Эту политику И не выплачивали Б компенсации То Вряд ли С ними Кто-то Имел бы Дело В тех Объемах Которых Имеет Сейчас И вряд ли Германия Зарабатывала Свои десятки Сотни Миллиардов Долларов Понимаете Поэтому С экономической Точки Зрения Даже Было Выгодно Что-то Платить В тех Объемах Которых Они платили Вот Как бы ни странно Это звучало Они получали План маршала И В том числе С ним Платили Более того Я могу добавить К вашему спичу Что Контрибуции Как правило Падет Не просто Проигравшие А протестации Капитуляции То есть Просто Проиграл Ну Проиграл Потерял Часть территории И заключил мир Это не значит Что эта страна Платит Какие-то Контрибуции А вот Именно Протестация Капитуляции Они платят Хотя бы правы Там могли Увернуться Но они не вернулись Именно потому Что Получили План маршала И это Наверное Было условием Выгодить Ну Понимаете Ну не вся Скажем так Коалиция Во главе С фашистской Германией Платила Определенные Денежные Компенсации Понимаете Италия же Не платила Япония В таких же Объемах Не платила Понимаете Совершенно верно Германия платила Не за вторую Мировую войну Абсолютно А они платили За холокост То есть За нацизм Именно поэтому Кстати говоря Вот они Упирают Сейчас утром Блогеры Что Германия Нацистская А остальные Фашистские Кстати у них Есть доля Истины Потому что Германия Платила Именно за нацизм За Ну Ну Это интерпретация Понимаете Но это Интерпретация Идут То есть Тут Дело такое То есть Большие Объемы Денежных Средств Если Их Не из чего Платить Или нет желания Платить То их Никто И не заплатит То есть Можно подписать Какую угодно Бумагу Как эта бумага Будет превращаться В денежные Средства Это еще Вопрос А поэтому Если Например Германия Должна была Заплатить Большие Деньги Значит Надо дать Германии Заработать А следует Развить Экономику Понимаете Это же Палка о двух Концах Вот такая Вот история Может получиться Ну хорошо Да Очень приятно Было с вами Побеседовать Значит Еще раз Повторяю Я Я вас Беру Видеозахват Для своего Канал Хорошо Я не против Пожалуйста Берите Я вам Предоставлю Друбо говоря Оригинальный Ролик Без моей Обработки Да Да Хорошо Значит Вы мне Можете Предоставить Вы же Канал мой Зафиксировали Ну да Я его Я вижу Да Ну вы Вы можете Оставить Под каким-нибудь Сообщением Под каким-нибудь Роликом Или Сказать Мне что Я вам написал Как-то Свяжемся Я просто Повторяю Что я вас Код ловлю С ноутбука А вот телефон Поймал Вот не тем Девайсом Пользовались Надо было Сразу С телефона Начинать Ну да А записывать Я понял Ну ладно Ладно Давайте До новых встреч Всех благ Всех благ Привет Чикар И вам Второго же А за себя Он был Совсем Не разговорник Даже он Выполок На свет И Приволок Подколотый Подшитый Материал Канада Прошла В Соединенных Штатах Я закончил В Соединенных Штатах Федерализация Федерация Уже Федерализация Закончилась В Соединенных Штатах Федерация Не слышал Да А как называется Соединенные Штаты Америки Это Федерация Наверное Зрежалел Деникин Хам Ну Королев Всегда Писал Что он И Снится Нам Ни Рок Космодром Не Эта Ледяная Синева А Снится Нам Дрова Дрова У Дрова Зеленая Зеленая Дрова Продолжение следует Продолжение следует